МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белышев. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Готовьте деньги. Тарифы на питание в школах и детских садах будут подниматься. Творческая терапия. Эмоциональная разрядка для беженцев в гуляй-поле. Баскетбольный клуб «Запорожье». Символ наступающего года обыграть не удалось. Невозможное возможно или как научить собаку писать? Петр Порошенко уволил сразу двух глав районных государственных администраций Запорожской области. Эта информация размещена на официальном сайте главы государства. Своих должностей лишились председатели Вольнянской и Гуляй-Польской райгосадминистрации. Однако уволенные без работы не остались. Напомним, ранее они оба прошли в районные советы по списку пропрезидентской партии солидарности и были избраны главами соответствующих райсоветов. Дорогу молодым. В Запорожье местным студентам помогают в реализации своих бизнес-идей. По итогам конкурса чиновники наградили авторов лучших проектов. Он проходил в рамках городской программы содействия развитию малого и среднего бизнеса. Среди проектов победителей – организация салона красоты «Экспресс-стрижка», мастерская эксклюзивных кожаных изделий, автомойка «Карвош-лонг-лайф» и другие. Я уверен, что те проекты, которые сегодня победили, они максимально сбалансированы, значит максимально качественные. А те, которые не победили, я уверен, что все равно будет время на доработку. Не останавливайтесь. Это самое главное. Ведь Запорожье, по-моему, это тот город, где у всех есть равная возможность. У нас есть очень много классных бизнесменов, имя которых знает весь город. И я хочу, чтобы каждый из вас свою фамилию внес тоже в историю нашего города, как предприниматель, который развивает город. Родители, готовьте деньги. После новогодних праздников тарифы на питание в общеобразовательных учебных заведениях и детских садах поднимутся. В причинах, которые привели к этому повышению, разбиралась Кристина Залевская. Анна уже готовится к тому, что скоро завтраки, обеды и ужины для ее дочки Маши подорожают. В детских садах поднимают стоимость питания. Впрочем, для мамы девочки это не стало неожиданностью. Она видит, с какой скоростью меняются цены на продукты питания в магазинах. За питание я плачу в общем примерно 160-180 гривен в месяц. Сейчас будет подорожание на питание, это очень плохо. Уровень жизни как бы понижается и подорожание питания, мы не готовы к этому. В свою очередь, заведующий детского садика номер 291 делает все возможное, чтобы цена не поднялась. Нормы питания детей в дошкольном заведении выполняются только на 70%. В рационе не хватает фруктов, морепродуктов, мяса. Заведующий рассказывает, 70% родителей за то, чтобы поднять уровень питания. Остальные просто не смогут платить больше. Просто подорожчание цены было на продукты питания, поэтому приоритетным на сегодняшний день является виконание дотримания грошовых показников. Мы не можем их перевищивать, но нормы питания мы не можем выполнять. Мы здесь выполняем нормы питания на 66%. Для того, чтобы мы выполняли нормы в повном обсязе, этих денег у нас недостатньо. С 1 января питание в школах и детских садах Запорожья подорожает на 12%. Главная причина – рост цен на продукты. Стоимость питания ребенка ясельной группы в 2015 году составила 166 гривен за 20 рабочих дней. С 1 января цифра поднимается до 184 гривен. Для детей подготовительных групп в 2015 году показатели составили 221 гривну. Уже вскоре за 20 рабочих дней родителям придется платить 248 гривен. Показники натуральных норм мы выполняли в целом по месту Запорожья на 71%. А, естественно, увеличение вздорожания продуктов харчевания привело к тому, что эти показники, натуральные показники харчевания, мы не можем выполнять в определенном объеме. Поэтому это решение было и принято. В связи с повышением цен на продукты в прежние сметы уложиться не получится. Государственные стандарты никто не отменял. Дети должны питаться 5 раз в день. Единственная привилегия дошкольных заведений – 60% от стоимости питания оплачивают родители. Остальной процент ложится на плечи местных властей. Поэтому, когда принималось решение, что это будет 12%, как раз это позволит не так резко увеличить показники оплаты за харчевание детей с боку батьковской громадности, а с другого боку позволит поднять показники выполнения натуральных норм дошкольных и учебных закладов. Вздохнуть с облегчением могут и запорожские льготники, начиная от многодетных семей и заканчивая участниками боевых действий. Такие семьи продолжат получать компенсацию от 20 до 70%. Только вот Анна Кухарь уже начинает перераспределять семейный бюджет на следующий год. Для ее семьи льготы не предусмотрены. Цены высокие, но мы все равно готовы их платить за детский сад, потому что детям нужно ходить в детский сад, нужно развиваться, получать образование. Кристина Залевская, Андрей Снесаренко, ТВ5. Лифт новый, а ходить все равно приходится. Там в одном из домов на бульваре Гвардейском подъемник перестал работать через неделю после запуска. Какие еще коммунальные проблемы могут оставить жильцов дома без новогоднего настроения, разбиралась Екатерина Свериденко. Когда в доме по улице бульвар Гвардейский 149 поставили новый грузовой лифт, радости жильцов не было предела. Но пользовались запорожской новинкой недолго. Три месяца назад вот его поставили, этот лифт. Ну, обрадовались люди, идут, ой, боже, как глянулись, слава богу, новый лифт хороший. Мастеров спрашивают, да, это белорусский лифт, он должен нормально работать. И, конечно, в итоге вот, поработал он там сколько? Ну, неделю где-то. И все, и началось. Через день начал ломаться. Кроме грузового в подъезде есть еще и обычный лифт, но и он дышит наладом. Постоянные жалобы в диспетчерскую службу основания к успеху не привели. Лифт мог на один день заработать, но тут же ломался снова. Говорят, запчасть какая-то там. Сначала запчасть. Я говорю, какая запчасть, когда новый лифт? Вот, какая запчасть. Потом через время говорят, электронщика нет. Так это же ваши проблемы, ищите, мы же платим за вот это все. Если же лифт не работает, то жильцам приходится подниматься и спускаться под таким лестничным площадком с другой стороны дома, где отсутствует свет, окна и двери. Валентина живет в этом доме 35 лет. И почти все это время на лестничной площадке ничего не менялось. Единственное, что сделали коммунальщики, кроме лифта, побелили и покрасили подъезд три года назад. А я плачу 118 гривен за, не за ремонт, а по уходу за домом. За обстановку. Да, за обстановку. Что? Я вижу. Я ничего не вижу. И куда эти деньги идут, я не знаю. Кроме неисправного лифта и разрухи на лестничных пролетах, в доме царит антисанитария. В подвале постоянно стоит вода. Из-за этого в доме завелись насекомые. Спать невозможно. Комары кусают не те, которые лесные, а те, которые по три дня укусают. Я говорю, невозможно жужжить. Жильцы говорят, и сами не против заниматься коммунальными вопросами. Хотят вскоре переоформить дом в свою собственность. На эти деньги мы, наверное, сами, когда мы были хозяева, насобирали и делали потихонечку. Теперь, если они хотят, чтобы мы взяли в свою собственность, они нам должны сначала сделать его, потом мы только возьмем. А пока коммунальщики бездействуют, жильцы дома ожидают, что хотя бы в новом году кто-то обратит внимание на их бытовые проблемы. Екатерина Свериденко, Дарья Зырянова, ТВ5. Кровь, которая спасает жизни. Отделение трансфузиологии Запорожской областной клинической больницы получило накануне Нового года весьма ценный подарок. Это сертификат на 200 доз или 90 литров крови, что составляет практически месячную потребность отделения. Больше знает Павел Васильев. Александр Соржевский, заведующий отделением трансфузиологии, проводит экскурсию по отделению. Показывает один из двух холодильников для замораживания и безопасного хранения крови и донорских органов. Кстати, вот холодильник. Не пустует, не пустует, работает, постоянно работает и носит большие вопросы. Вот в этом холодильнике плазма может храниться три года по стандартам международных. Оборудование общей стоимостью более 50 тысяч гривен. Передал его отделению в 2014 году комбинат «Запорожсталь». Такие холодильники, говорят медики, никогда не пустуют. Месячная потребность отделения – от 200 до 300 доз крови. Но бывает, что практически все запасы уходят на двух-трех тяжелых пациентов. В случае потребности врачи обзванивают доноров или просят поделиться запасами областную станцию переливания крови. Регулярно помогает и «Запорожсталь». Мы откликнулись на Вашу просьбу. Да, спасибо. И передали Запорожской областной клинической больнице 200 доз донорской крови. Безусловно, это тяжелое время для нашей страны, для нас всех. Мы считаем, что мы должны помогать друг другу, потому что именно в единстве, именно во взаимопомощи и взаимопонимании наша сила. На предприятии регулярно проходят дни донора, имеется свой банк крови. И в этот раз запорожсталевцы не остались в стороне, передали отделению кровь. 200 доз – это 90 литров. В этом году на «Запорожстале» собрали более 700 литров крови. У нас есть хорошие давние традиции сотрудничества с «Запорожсталью». Активно откликается предприятие на наши просьбы. Ну и, я думаю, тот вклад, который сегодня сделан в виде этих 200 доноров сертификата, он, естественно, пойдет в пользу всему нашему обществу Запорожской области, потому что вся кровь эта используется непосредственно для оказания помощи жителям Запорожской области. Есть в отделении еще одна проблема – здесь не могут закончить строительство подземного хранилища для крови и препаратов на ее основе. То есть вот эти все холодильные установки, их надо перенести в подземное женькерное помещение. Почему? Потому что плазма – это всегда стратегический продукт. Если вдруг какие-то награды, естественно, пропадет труд, скажем так, не одного года пропадет труд. Нужна помощь в троематериалах. Владимир Байда пообещал, металлурги врачам помогут. Павел Васильев, Сергей Чалый, ТВ5. Впервые в Украине незрячий стал доктором психологических наук. Преподаватель Запорожского национального университета Евгений Клопота защитил диссертацию. Ее тема – как человеку с проблемами зрения интегрироваться в обычное общество. На диссертации ученый работал 10 лет. В ней – опыт всей его жизни. Своего преподавателя студенты встретили аплодисментами. Поздравляют с успешной защитой диссертации. Евгений Клопота преподает психологию в Запорожском национальном университете. Каждая его лекция – возможность для студентов узнать что-то новое и сразу же применить знания на практике. Евгений Анатольевич вообще очень такой особый подход. Я бы не сказала, что с ним тяжелее, даже во многом легче, потому что он очень интересно подходит нестандартно к парам и это не может не привлекать. Зрение Евгений потерял в 6 лет из-за травмы. Это не помешало ему в школьные годы заниматься спортом и музыкой, а впоследствии поступить в ВУЗ. Кандидатом наук Евгений стал в 2004 году и сразу же начал работать на докторской диссертации. Пришлось изучать почти полтысячи исследований по психологии. Ни одно из них не было набрано шрифтом Брайля, который могут читать незрячие. Поэтому ученый использовал специальную компьютерную программу, которая озвучивает тексты. Пишем, допустим. Вот я бы написал. Привет, друзья. Десять томов докторской ученый распечатал на специальном принтере со шрифтом Брайля. Такого прибора нет ни в одном из украинских ВУЗов. Потребовалось три года, чтобы убедить представителей власти приобрести такой принтер. Преодолеть равнодушие – главное, говорит ученый, что нужно сделать человеку с проблемами зрения. Для этого надо иметь очень сильный характер, психологически быть подготовленным. И самое главное – уметь работать с этими людьми, которые там сидят в кабинетах и смотрят на это, ну как бы не понимая. То есть как незрячий человек вышел с дому. Как незрячий человек сел за компьютер. Как незрячий человек вышел защищать докторскую диссертацию. Основа диссертации Евгения – его собственный опыт. Он пробовал доказать, что незрячий человек может жить полной жизнью. Главное – поверить в себя. У меня сейчас есть семья, есть сын, есть друзья, есть и не очень друзья. Резные люди, но это нормально, это обычное жизнь. В Украине более 65 тысяч людей с проблемами зрения. Евгений Клопота надеется, его исследование им пригодится. Я хочу, чтобы оно было началом разных направлений, не только науковых, но и общественных, социальных. Чтобы чиновники наши думали о том, что человек может и должен быть такой гармонийной личностью. И чтобы его воспринимали просто. Людина, которая не видит все. Людина, которая не слышит. Людина, которая имеет опорно-вуховые проблемы, а не то, что он какой-то инвалид. Дмитрий Злачевский, Олег Притыкин, Сергей Чалый, ТВ5. Жизнь продолжается. Бежав от войны, они оказались вдали от дома, но даже сейчас не теряют оптимизма. Переселенцы зоны АТО организовали в Гуляйполе творческий клуб. В помещении холодно, нет света, но это не мешает активистам проводить встречи и отвлекаться от грустных мыслей при помощи творчества. Подробнее Екатерина Шапка. Еще три месяца назад Наталья и не думала о вышивке. Переезд в Гуляйполе из Донецкой области с двумя маленькими детьми дался нелегко. Проблемы с жильем, тоска за родным домом, взять иголку в руки подвернулся случай. Мне подарили канву для вышивания, вот, Людмила Вячеславовна, и я решила попробовать. Попробовала, мне понравилось. Я вышила одну, вторую, и потом вот мы решили, у нас такая идея появилась, кружка, потому что все потихонечку что-то делают. Мы как бы, все равно мы собирались вместе, решали свои проблемы, оговаривали, ну, как бы, чтобы это было и полезно, и с приятным заместить. Сейчас в творческом кружке более десяти женщин. Иногда, говорят активистки, сюда приходят и мужчины. Хотя зачастую крепкие руки, необходимы здесь для тяжелой работы. В этом помещении не только творят из бисера или делают кукол. Сюда доставляют гуманитарку, здесь всегда есть к кому обратиться за помощью. Собрать вместе хотя бы часть переселенцев, живущих в Улейпольском районе, удалось Голобородько Людмиле. Наташа, вот, про Скурякова. Мы с ней познакомились, ей передавали вещи с Донецка, и мне передавали вещи с Донецка. И мы возле маршрутки с ней познакомились. И я ее тоже знала просто, вот, я даже имени не знала. Я ее встретила, говорю, мне даже в телефоне записала Наташа помощь, что она нуждается в помощи. И вот так вот мы со всеми познакомились. Теперь меня сейчас знают все переселенцы. Женщина всю жизнь прожила в Донецке. Временно приехав в Голейполь, была уверена, совсем скоро вернется домой. Начали бомбить Славянск. Мы думали, ну, Донецк не дойдет, вот, просто не дойдет. И когда мне уже позвонили с Краматорска, что на нас идут танки, я думала, ну, нет, не пустят в Донецк. Ну, не могут в миллионник пустить танки. Вот наш город, он такой красивый. Ну, мне кажется, он самый лучший на земле наш город. Переезд из Голейполя отложился вот уже на полтора года. Сидеть сложа руки не довелось. Вышивкой женщина занималась и раньше. Когда датские волонтеры предложили помочь в закупке необходимых материалов для голейпольского кружка, не думала ни минуты. Дети маленькие, конечно, времени мало, ну, удается, как бы, уделить для каких-то таких расслабляющих дел и для души. Ну, вот, с девчонками собрались, сидишь, вышиваешь, руки работают, а мозг отдыхает, где-то летает, где-то мечтает, там, о доме, о мире, ну, и обо всем. Небольшое помещение переселенцам предоставили бесплатно. Здесь нет света и отопления. Потому заниматься творчеством в холодные дни приходится в куртках. А успеть с вышивкой, пока за окном не стемнело. Приходят сюда не только живущие в райцентре. На творческие занятия съезжаются переселенки и из отдаленных сел Голейпольского района. Женщины не скрывают, даже спустя время после переезда не хватает общения и контакта с местами. Чуть-чуть другой менталитет, скажем так, вот, все-таки людей-приезжих и тех, которые, коренных жителей. Чуть-чуть они вот по-другому смотрят. Более закрытые люди, с ними более тяжело. А вот как-то здесь ты отдыхаешь, вроде все родные такие все. Волонтерскому штабу переселенцев часто не хватает поддержки и элементарной помощи. Нужны вещи, медикаменты, транспорт. Женщины говорят, жаловаться не привыкли. Их объединила общая беда. Но вместе они учатся не терять оптимизм и искать вдохновение для творчества. Происходит сейчас наша жизнь. Плохая, хорошая, но это наша жизнь, понимаете? Она продолжается. И она продолжается. Но я думаю, это такой временный этап, и надо его пережить. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Гулейполе, ТВ5. Ночь в филармонии и рыбка в Лапландии. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Год будет хорошим. Не астрологический прогноз от специалистов по обезьянам. Ноу-хау от ТВ5. Утренник в новогоднюю ночь. Подарка не получилось. БК Запорожье уступает в последнем матче года. Собаки тоже умеют давать автографы. 2016 год по восточному календарю пройдет под знаком красной огненной обезьяны. Но это символ года. О нем пусть рассказывают астрологи. Какова же настоящая обезьяна в жизни, пусть и в вольере узнавал наш бирьянский корреспондент Игорь Стрельцов. Кузек, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, мальчик. Кузик. Кузик. Ну. Кузик. Четырехмесячный малыш карликово-южноамериканской мартышки в Бердянском зоопарке с рождения. Здесь нашлось место практически для всех видов обезьян. Нет, только горилл. Из 12 символов восточного календаря обезьяна ближе всего к человеку. В первые годы жизни их поведение мало чем отличается от поведения маленьких детей. Они практически так же растут и развиваются. Шимпанзе у нас, допустим, сонят. Знает цвета все. Может их разложить. Умеет слаживать слова. Папа, мама. То есть то, что в первом классе дается. Чаки-лаки – это тоже шимпанзе и оронутан. Те тоже умнейшее создание. То есть точно такие же, как и мы в развитии. Только первый класс. Вот остановились на первом классе. Первый класс школы. Обезьяна – животное с высокой активностью. Любит проказничать, но не способно делать зло. Так и Кузя. Этот малыш всегда подвижен и рад гостям в своем вольере. Животному, если ничего плохого не делать, оно тебе в жизни ничего не сделает. Вот мы сейчас находимся в вольере, казалось бы, он даже независимо от своего возраста должен защищать его. А он, наоборот, как бы нас приветствует и любит уже, как бы зная, допустим, вас зная буквально 5-10 минут. Сима следующего года – огненная обезьяна. Характер и манера поведения животного должны повлиять и на поведение людей в новом году. Директор зоопарка уверен, обезьянка должна принести людям в 2016-м только удачу. Я думаю, что этот год будет хорошим годом. Не только для наших приматов, не только для людей, которые в Бердянске, а для всех украинцев. Приматы нам в этом году дадут, ну, наверное, прежде всего, мир. Вот. И мир во всем, мир в семье, мир в городе, мир в Украине. Вот. И все будет хорошо. Ольга Тетенич, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Запорожцев впервые приглашают провести новогоднюю ночь в филармонии. В концертном зале имени Глинки подготовили яркую праздничную программу. Она продлится до 4 часов утра. Популярной классической музыкой гостей встретят артисты симфонического оркестра. Также посетителей порадуют конкурсами, подарками и даже изысканной кухней. Подробнее далее в сюжете. Такая идея встречи Нового года появилась не случайно. О своем желании отметить 2016 год филармонии заявили сами зрители. Руководство поддержало инициативу. Начали писать сценарии и подготовили праздничную программу. Мы пригласили в концертную программу, суперконцертную программу наших ведущих артистов. Наши зрители окунутся в мир музыки, в исполнение заслуженной артистки Украины Илоны Турчениновой. Виталия Соломичука – это артисты симфонического оркестра, академического симфонического оркестра. Также у нас будут работать и танцевальные, и хореографические коллективы. Но это еще не все. Гостей праздника ожидает интересная развлекательная программа. Здесь будут конкурсы и розыгрыш призов. Также руководство филармонии подготовило приятный подарок для победителя новогоднего аукциона. Но что это будет, пока остается в тайне. И, конечно же, будет зажигательная дискотека, которую подхватит после наших артистов, подхватит диджей. И я думаю, что вы уже не останетесь равнодушными и не усидите за своими столиками. Подготовка к празднику длилась два месяца. Сейчас идут последние приготовления. Артисты неустанно репетируют, а руководство филармонии думает, где разместить гостей праздника. Наша концертная площадка будет вот в этой части. В этой части оттуда будут выходить наши артисты. Здесь будет все украшено в звездах красивых, в новогодней мишуре. Вы видите, что здесь у нас уже сейчас елка, которая прекрасно всех радует, и деток, и взрослых. Репертуар артисты симфонического оркестра подбирали тщательно и долго. Запорожцы услышат и классическую музыку, и современные эстрадные песни. А ведущим волшебной новогодней ночи филармонии будет участник команды КВМ «Запорожье кривой рок-транзит» Игорь Литвиненко. Приходите к нам, будет весело, здорово, замечательно. Ведущий поднимет вам настроение, ну и мы не дадим вам скучать. Яркие впечатления подарят не только ведущие, артисты симфонического оркестра, а и символ 2016 года. Подготовлен интересный номер обезьянок, танец обезьянок, которые тоже будут шалить, не только танцевать, но и шалить с нашими гостями. Волшебство филармонии начнется в 22 часа и продлится до 4 часов ночи. Оксана Заводовская, Сидония Ракелян, Руслан Шевченко, ТВ5. 31 декабря телеканал ТВ5 представит своим зрителям необычный проект «Новогодний утренник». Ведущие программы «Утро» с ТВ5 сотрудники канала и полюбившиеся за год музыкальные коллективы проведут с вами старый и встретят новый 2016 год. Как проходила подготовка к этому новогоднему шоу и что зрители в нем увидят, завесу тайны приоткроет Сидония Ракелян. Команда телеканала встретит новый 2016 год вместе со своими зрителями ТВ5. Готовиться к новогоднему утреннику творческая группа начала еще с конца лета. Долгое время думали над идеями и форматом передачи. С одной стороны это видели в форме какого-то комедийного фильма, мы это видели в форме такого некого капустника, мы это видели в форме такого марафона вечернего. А остановились на огоньке. Вот так вот по-семейному встретить приближающийся 2016 год. Сегодня будем и просыпаться вместе, вот так вот вечером, вдруг вы немножко так приуныли и не знаете, как провести оставшиеся 4 часа перед Новым годом. За эти 4 часа в студии побывает значительное количество гостей. Уже всеми известны лица телеканала и те, кто остается за камерами телевизионной жизни. Гости вместе с ведущими подведут итоги года и поздравят всех с новогодними праздниками. Знаете, такая супружеская пара перед Новым годом клянется, обещая друг другу, да, как они будут себя вести в Новом году. И жена говорит, все будет хорошо, я буду убирать, я буду готовить, я буду стирать, дом будет как новая копеечка. А ты что? Муж говорит, а я буду смотреть телевизор, смотреть футбол, пить пиво, есть рыбу, орешки, сухарики, чипсы, а из полезного, из полезного овощи. Вот поэтому, собственно говоря, я хочу пожелать, чтобы у вас было побольше полезного в этом году, и каждый из вас выбрал, что для вас важнее, что для вас полезнее, и это с вами обязательно случилось. Зрители телеканала ожидают огромное количество сюрпризов, интересных перевоплощений и невероятные эмоции. Но и это еще не все в сюжетной линии новогоднего утренника. Нашлось место и любви. И то, что в наш сценарий вписалась именно любовная линия, мы очень рады этому, что действительно один из сотрудников телеканала как раз в предновогодний вечер решил сделать вот такое чудо, потому что как раз под Новый год все мы ждем вот такой праздничной инфории, чтобы что-то было сказочное, волшебное. Весь вечер гостей в студии и зрителей будут радовать уже полюбившиеся за год музыкальные коллективы города. Ни один праздник не обходится без детей, поэтому и в новогоднем утреннике их роль незаменима. Я хочу, чтобы мои папа с мамой выиграли миллион и повезли меня в какую-то сказочную страну. А всем всем детям я желаю огромного счастья. Чтобы у всех было много денег, чтобы папа меньше работал и больше побыл со мной. Это первый масштабный новогодний проект телеканала ТВ-5. Творческая группа канала уверяет, он точно скрасит новогодний вечер любой запорожской семьи. На самом деле, насколько я помню, это вообще у нас в регионе, в области, это первая такая попытка сделать новогодний огонек и конкурировать с национальными каналами, что-то, вот выдать собственный продукт новогоднюю ночью, что-то покупное. Новогодний утренник от телеканала ТВ-5. Смотрите уже завтра. Начало ровно в 20.00. Сюда Яракелян, Дарья Зырянова, Сергей Чалый, ТВ-5. Новогодний праздник. Более 300 ветеранов Запорожья встретились сегодня в ДК «Металлургов». Развлекательную программу для гостей организовали творческие коллективы Дворца культуры и работники комбината «Запорожсталь». Главная цель – подарить заслуженным запорожцам как можно больше приятных впечатлений. Проходит вот такая праздничная встреча ветеранов комбината, ветеранов города, где могут люди пообщаться, послушать концерт и получить тот заряд положительных эмоций, которые каждому необходимы в наше нелегкое время. Сегодняшний праздник, он вернул нас вроде бы в ту жизнь, в которой мы жили, когда мы были молоды, строили все. Я выражаю благодарность за такой прекрасный вечер, за встречу такую для нас ветеранов. И поздравляю всех-всех жителей города Запорожья с Новым годом. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Обычно футболисты во время зимнего отпуска стремятся отдохнуть в жарких странах. А вот вратарь киевского «Динамо» Александр Рыбко отправился в Финляндию. Футболист опубликовал фото в сети из финского горнолыжного курорта Леви, который находится немного севернее резиденции Деда Мороза в Лапландии. В отличие от Рыбки, наша спортивная снегурочка Елена Назаренко нас в канун новогодних праздников не покинула. Новости спорта далее. Мои вітання. В эфирі новини спорту і в найближчі кілька хвилин про драматичний овертайм для БК «Запоріжжя», новорічну хорделицю на татамі та, як і обіцяли, про дитячі спогади запорізьких спортсменів про Новий рік. Збірна України з ганболу не змогла подарувати своєму тренеру перемогу до Нового року. На міжнародному турнірі в Польщі українці спочатку поступилися полякам, а в матчі за третє місце програли і рано. І це при тому, що перший тайм був за синьо-жовтими 12-11. Виграти і другий команді Віталія Андронова не дозволила ціла низка помилок. Українці поступилися 21-25. Третину м'ячів закинув ганболіст Зетера Олександр Тільте. На його рахунку – 8 голів. Торнір у Польщі для українців став одним з етапів підготовки до відбіркових матчів Чемпіонату світу 2017 року. З 7 по 17 січня наша команда зіграє зі збірними Греції, Кіпра і Латвії. Баскетболісти з Запоріжжя завершили рік гідно. У виїзному матчі команда Дмитра Щеглинського зустрічалася з черкаськими мавпами. Це була стартова гра суперників у третьому колі чемпіонату. Тож обидва колективи прагнули розпочати його переможно і тим самим подарувати своїм вболівальникам приємний передноворічний настрій. Запоріжцям вдалося вийти вперед, коли на майданчику з'явився новачок команди Олексій Чигринов. 26-річний плеймейкер поза минулого сезону захищав кольори черкаських мавп. Тепер у складі своєї нової команди боровся проти колишніх одноклубників. Запоріжці здобули перевагу у 5 пунктів – 17-12. Але Станіслав Заваський та Олександр Кобець вирівняли гру. А Денис Носков встановив рівновагу за підсумком дебютної чверті 19-19. У другій чверті запоріжці повели в рахунку з різницею у вісі мишок. Конструктивними діями виділявся капітан команди Олександр Рибалко. Він в першій половині гри здійснив 5 результативних передач. Але активність найефективнішого гравця мавп Станіслава Заваського завадила запоріжцям розвинути успіх. На велику перерву команди пішли за рахунку 43-46 на користь Запоріжжя. У всіх зрительських аспектах гра вдалася. Для зрителів було цікаво. Накал страсті на площадці був велик. У третьому періоді господарі швидко надолужили згайни і отримали перевагу у 6 пунктів. Овдєєнко, Саєнко та Камусаки повернули інтригу у гру, здобувши для команди мінімальну перевагу 61-62. Драматично для обох команд, але цікаво для глядачів, розвивалися події у четвертому періоді. На останній хвилині, за рахунку 76-76, Антон Буз був близьким до того, щоб зробити прихильникам своєї команди передноворічний подарунок. Але м'яч, покотившись кільцем, так і не упав у кошик. В овертаймі перші три з половиною хвилини виграли господарі з відчутним відривом 14-7. Чегринов і Змітрович скоротили відставання до двох очок – 90-88. Залишалося грати 43 секунди, і нерви в цей ігровий відрізок виявилися міцнішими у господарів. Черкаси перемогли 96-92. Новий рік команди Дмитра Щеглинська розпочне з виїзного поєдинку у Миколаїві 9 січня. У Запоріжжі також вирували пристрасті на татамі. Юні дзюдоїсти з різних регіонів розігрували нагороди всеукраїнського турніру у спорткомплексі ЗНУ. Змагання стали своєрідною перевіркою роботи, проведеної спортсменами і тренерами за рік. Чому навчилася малеча, вже знає Оксана Якименко. Відкриття всеукраїнського турніру з дзюдо розпочалось із приємних сюрпризів. Двоє запоріжців – Віталій Шепель і Олексій Лисенко – отримали почесні звання. Відтепер Віталій – майстер спорту України, Олексій – міжнародного класу. Також федерація дзюдо відзначила місцевих дзюдоїстів, переможців та призерів міжнародних змагань. Відкрили змагання дівчата. Залишивши позаду запоріжанку, Вікторія Дзик із Мелітополя чекає наступного виходу на татамі. Дівчина сподівається, що сьогодні в категорії до 70 кілограмів їй не буде рівних. А от Юлії з Полтави «Фортуна» не посміхнулася. Перший поєдинок закінчився на користь суперниці. Головний рефері змагань, суддя національної категорії із Мінська Сергій Скоморовський відзначив високий рівень підготовки запорізьких дзюдоїстів. Організація турніру також на рівні, зауважив головний суддя змагань. Всеукраїнський турнір організовує вже втретє у нашому місті. Цього разу він об'єднав близько 500 спортсменів з різних регіонів. Вікова категорія учасників – до 15 років. Тут спортсмени випробовують свої сили на татамі напередодні більш серйозних змагань. Найбільшу конкуренцію запорізьким дзюдоїстам складають спортсмени із Києва та Дніпропетровська. Кожен тренер, привозив сюди спортсменів, хоче побачити, на якої стадії підготовленості. Тому що до старту залишилось серйозно два місяці. Їм треба побачити на старших хлопців, в якої стадії підготовленості. І заодно побачити на більш младших спортсменів, як вони ведуть себе на коврі. Попереду на спортсменів чекають відбіркові змагання та чемпіонат України, який відбудеться вже за два місяці у Києві. Дівчата Юлія та Вікторія сподіваються, що візьмуть участь у такому серйозному турнірі. Змагання – змаганнями, а свята – за календарем. У наших чемпіонів цей рік пройшов напружено та досить успішно. Тепер можна і відпочити перед серйозними стартами. У багатьох спортсменів новорічні свята асоціюються з дитинством. Як же відзначали головне свято наші чемпіони, коли були маленькими, дізнавалася Оксана Якименко. Для багатьох новорічні свята асоціюються в першу чергу з дитинством. І запорізькі спортсмени – не виняток. Ми вирішили дізнатися, які бажання загадували наші чемпіони Діду Морозу, в які костюми вдягалися і про що мріяли. Дивлячись на те, як мужньо призер чемпіонату світу з боксу Дмитро Замотаєв розправляється з суперниками на рензі, складно уявити, що його традиційним вбранням на новорічні свята був костюм зайчика. Його самотужки шила мама. І досі Новий рік для спортсмена – свято сімейне. Тому і відзначає його завжди у колі близьких. Побував зайчиком у дитинстві і бронзовий призер всесвітніх ігор серед військовослужбовців борець Денис Дем'янков. У спортсмена кожен Новий рік проходить у тренуваннях. Майже всі серйозні змагання з греко-римської боротьби припадають на перший місяць зими. Тому розслаблятися чемпіону ніколи. Але про це свято ще з дитинства у нього – найтепліші спогади. Мені роки, може, шість, сім, позвонили в двері накануне Нового року, часів десь, мабуть, або вже за Новим роком, часів в 12. Родителі сказали, відкривай, відкривай. І виставили нас з братом вперед, ми відкривали двері, там нікого немає. А потім ми повернуємося, а там стоять такі два пакети з подарунками. Підписані Денис, Максим. Золота рибка, лисичка і сніжинка – такі карнавальні костюми одягала в дитинстві на Новий рік чемпіонка України з академічного висловання Світлана Мартинова. Маленькою дівчина часто виступала перед публікою на новорічних святах. Розповідати вірші, співати пісні та водити хороводи їй дуже подобалося. А зараз новорічні свята у Світлани проходять за іншою програмою. А 31-го ми, 30-го, у нас завжди стабільно здаємо контроль на концепці. У нас такий гремной тренажер є, імитуючий гремль. От ми його не любили ніколи, і завжди здавали 31 декабря. Різні костюми на Новий рік одягали й сестри-джудоїстки Інна та Марина Черняк. Чемпіонка європейських ігор серед спортсменів з порушенням зору Інна була і зайчиком, і навіть бабою Ягою. А от претендентка на олімпійську ліцензію Марина згадує, що через невеликий зріст їм разом із сестрою часто припадала роль сніжинок. Також джудоїстки із захопленням згадують, які подарунки знаходили під ялинкою. Коли мама з папою спрятали подарунки, і ми вгадували, де холодно, де горячо, і тоді нам подарували м'які грушки, більші і сестроні. В дитинстві довелося одягати костюм кутавчоботях та морквини і власникові олімпійської ліцензії плавцю Сергію Фролову. Традицію святкування Нового року із сім'єю спортсмен ніколи не міняє. Новий рік – це для мене праздник, який такий сімейний, коли вся сім'я збирається вдома і празднуємо цей рік вместе з родителями. І запомнилося те, що наїжджаємо в Йолку вместе з родителями і загадуємо желання на Новий рік, що ми хочемо виконувати в сьогоднішому Новому року. Більшість спортсменів зізналися, що цей Новий рік відзначатимуть у родинному колі. Тому довго святкувати не збираються. Попереду багато роботи, адже наступний рік – олімпійський. Оксана Якименко, Дар'я Зирянова, Руслан Шевченко, ТВ5. Тим часом запорізькі спортсмени повним ходом готуються до Нового року. Подружжя багатоборців Касьянових прикрашає ялинку та відвідує різдвяні ярмарки. Дзюдоїст Георгій Зантарає ділиться враженнями про святковий ранок свого маленького синочка. А текундісти спортклубу «Моторсіч» дарують один одному святкові шоколадки. Гімнастка Євеніо Гоман тим часом пакує подарунки. Бажаю і вам до свята встигнути все. Завтра підіб'ємо підсумки року, що минає. Тож до зустрічі в цей же час на каналі ТВ5. Не знаю, можна ли на самом деле научить зайця курить, а вот собаку писать однозначно. Хозяин австралийской овчарки по кличке Джампи научила писать на бумаге свое имя. С помощью кисточки и красок смышленый пес выводит на холсте латинские буквы. Его владелец Амар фон Мюллер – профессиональный собаковод из Калифорнии. Он дрессировал оскароносного пса Уги из фильма «Артист», который запомнился зрителям тем, что ходил на задних лапах и даже умел танцевать. Сам Амар считает, что собаку можно научить чему-то только в том случае, если не жалеть на это времени и подобрать соответствующую породу. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред at tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся завтра в 19.00. Всего доброго!